Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас коллаборация с каналом Европейские будни Оли, но об этом позже. Сегодня я вам расскажу о том, как делал оформление как раз таки этого канала. Это не будет гайдом или туториалом, просто поделюсь основной идеей и принципом создания такой шапки для канала на ютубе. Суть в том, что такая шапка является эксклюзивом, потому что она одна такая на всем ютубе и вторую такую не найдете. Вот поищите, поищите. Что, не нашли? Нету? А я говорил. А почему? Потому что все изображения, которые я использовал для создания, рисовал я сам и специально для этой шапки. За исключением красной кнопки, которая прикалывает рисунок к стене, ее я честно слямзил с интернета. Ну и фон не был специально нарисован для этой шапки, его нарисовал на стене довольно давно и об этом есть видео, оно вылезет в подсказках и будет в конце ролика в конечных заставках. Итак, напомню, здесь не будет нажмите сюда, тыкните вот здесь, а просто суть задумки, как сделать оформление так, чтобы такого ни у кого не было. Кстати, о коллаборации. Хочу представить вам канал Европейские будни Оли. Очень добрая и позитивная девушка ведет канал о жизни в Чехии, рассказывая о своем быте, каких-то мыслях и всем, что ее окружает, кстати. И много полезных советов там тоже найдете, жизненных и так по быту. Чего тут говорить, надо и самим увидеть. Ссылка на Олю будет в описании, заодно забегите, шапку посмотрите, скажете, как вживую смотрится. Напишите в комментариях, как понравилась вам шапка или нет, и Оле привет передавайте от арт-демона. Ну а мы погнали. Для начала нарисовал кухню, так как самое главное для женщины в быту, это как раз таки кухня, и там происходят все самые главные движухи. Она послужит фоном и дополнением к образу блондинки в пинап-стиле, которую я рисовал дальше. По цветам кухни и блондинка сочетаются довольно неплохо. Особенность пинап-стиля это легкомысленность персонажа и яркая, беззаботная, свободная одежда. Вполне подходит тематике канала. Все позитивно, ярко и подача легкая. Далее вырезаю фигурку, размещаю и оттеняю. Чтобы было ощущение, что фигурки существуют отдельно, и их можно подвигать по сути, на данный момент так и есть. С правой стороны шапки будет прикреплен рисунок замка в Чехии. К примеру, вот он. Он будет здесь висеть и символизировать ту страну, в которой живет автор канала. Все эти рисунки нарисованы на трех стримах, то бишь с пользой для дела. Кадры с процессом рисования как раз с этих трансляций. Замок нарисован в виде яркого детского рисунка для уравновешивания правого края шапки по отношению к левому. Тем более с Олей на канале в видосах частенько ей помогает ее сынишка, поэтому замок будет тут висеть как раз в тему. Долго думал, что разместить на фоне всего этого. Перелистал кучу картинок с фонами, где были кирпичи или домашние обои, но все было не то. Потом вспомнил, что как-то я другану рисовал велосипед во всю стену, и он подошел бы сюда как нельзя кстати. И стена с кирпичами, и одновременно нарисован велик на улице городка, что символизирует опять же тематику канала, где немало рассказано о путешествиях по Чехии. Далее двигаем все, подгоняем по размерам и выбираем шрифт и цвет шрифта. Заодно уравновешиваем, цветовой перевес голубого, размещая на кухне детский рисунок. Естественно все элементы оттеняем для того, чтобы шапка не казалась просто плоской картинкой. Ну вот, теперь справа не хватает красного. Самое время прикрепить замки к стене красными кнопками, честно свистнутым с интернета. Все проверяем, все подгоняем, блондиночку головой двигаем ближе к заглавной букве, и все готово. Вы заметили, не использованы стандартные шаблоны, все в рукопашную. Нарисовано эксклюзиво, хоть отбавляй. Никаких фотошопских спецэффектиков можно было делать и в любом другом редакторе. Это уже третья моя авторская шапка, сделана таким макаром. Кстати, на микроволновочке написано Арт Демон, если что. Надеюсь, что задумка вам понравилась и процесс создания в целом. Забегайте к Оле на канал, ссылка в описании, посмотрите на шапку вживую и передавайте от меня привет. А кто досмотрел ролик до конца, пиши в комментарии. Арт Демон, пили контент. Это будет таким пинком к действию для меня от вас. Ну а всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok